Первый номер. Второй номер. Кахабер Алладашвили. Давид Царава, шестой. Гоча Хаджава, десятый. Расин Тагербеков, тринадцатый. Николай Жасан, пятнадцатый. Эльдар Мамаев, семнадцатый. Константин Зуев, восемнадцатый. Михаил Бакаев, двадцать первый. Двадцать пятый номер. Вартан Мазалов. Единственная номинальная. Интересная статистика могу еще сказать. Сибирь ни разу еще не проиграла на своем стадионе. Выход премьер-лигу. Задачи единственные совершенно конкретные. И любой другой результат будет считаться неудачей. Что касается Сибири, мы много раз уже говорили о том, какие задачи у команды в этом сезоне. Каких-то конкретных турнирных задач руководство не озвучивало. Ну а так, победа в каждом матче, это понятно. Очень большие ставки сегодня просто. Очень многое зависит от результата. И понятно, что и те, и другие будут играть, минимизируя риск до предела. Молош. Такой более-менее серьезной карьеры. Достаточно много погулял по клубам. Когда его спрашивают об этом, он говорит, что очень резкий у него такой характер. Практически не может он говорить дипломатично, а всегда говорит, в общем-то, визуально, по крайней мере, это легко смотрелось, игра Сибири. И я бы сказал, изящно. Многие игроки говорили о том, что вот Мазалов у мяча играет Сибири. Наверное, это правильно. Понятно, что никто не бежит с шашками наголо вперед забивать, поскольку можно сразу же получить ответ. Ответ вот сейчас резкая контратака Алани и только поставленная нога Горака уходит мяч на угловой. Прерывает эту атаку. Зиновьева, Жасан мяч отбирает. Там на поступок штрафной площадки Анжи. Сарава на правой фланге. Болош не будет играть. Просвельная передача, которую перехватывает Горак. Горак сильно вперед. Дегтярев, нет положения вне игры, но страхует там партнеров. Футбол. Не могу я пока отдать преимущество ни одной из команд. Может быть, немножко, чуть-чуть больше мячом владеет Сибирь. По всякому случаю, в последние минуты. Но, что касается опасных моментов, запомнился пока только удар Житникова в перекладину. Мяч попал. В общем, Шоан сам участвовал до того момента, как его заменили в конце матча. Практически во всех серьезных атаках Сибири. Очень активно. Оставляет мяч Эдик Усаджаев. Тот бросает сильно вперед. Горак здесь первым на мяче. Ну и, наверное, нужно помочь сейчас. Николай Жасан из-за боковой. Горак. Подкате там. Житников. Не рискнул он подключить там Молоши, поскольку, наверное, не проходила все-таки эта передача. Житников от Горака получает мяч на левом фланге. Ну что? Зиновьев в страхной площади. Назад приходится отбрасывать на вес. Сильно высоко и слишком сильно. Выигрывает борьбу за верховой мяч сейчас футболисты Сибири. На подборе поточни. Горак бьет. И забивает. На этот раз уже не придерешься. Сибирский два таких гола. Горак забил. Подключение защитника. После таких вот фланговых навесов. Достаточно эффективный. В прошлом туре на Волгарю такой гол забил Горак. После подачи с углового. Ну и вот сейчас мы рядом с ним постоянно там находятся. Только что руками за майку его не держат. Игроки Анжи. Внушение какое-то сейчас делает и нашему игроку. И Тагербекову 13 номер Анжи. Главный судья матча. Ну и что? Посмотрим. Неплохой, неплохой шанс сейчас. Подача. Дувано. Вот это да. Кто бы мог подумать. Вы знаете, абсолютно сейчас в шоковом состоянии в каком-то... Ворота Новосибирска. Ну, обходится, по крайней мере, на ту минуту. Дегтярев. И поймем, что вот эти два очка ни о каком преимуществе, как мне кажется, в кларе, не говорят. Абсолютно. Впереди придумывается. Танишевский форвард очень такой трудолюбивый. Как говорит о нем Амари Титрадзе. Не без таланта футболист, конечно. Но если цитировать Амари Титрадзе, то 99% работы, 1% таланта. Так он высказался. Ну, такие трудовые нападающие в первой лиге, их очень достаточно много. И они, кстати говоря, достаточно опасны бывают. Потому что, ну, в хорошем смысле, это упертые такие люди. Очень настырную дорожку. Ну, не скажу, что большой какой-то. Не ливень, конечно, но дождь идет. Житников. Сейчас он за боковой будет выбрасывать мяч. Шестаков немножко небрежно играет. И, может, неприятно, если все это закончится. Горох выбивает мяч наугловой. Перехватывает, к счастью для Сибири, этот прострел. Потому что там уже на готове был Вартан Мазалов. Практически за спиной Горох. Он находился. И кто находится? Данишевский. Горох. Безупречен Горох пока в обороне. Постоянно блокируют все вот эти попытки ударов, прострельных передач. Достаточно. И вот это преимущество, хотя и выглядит оно достаточно комфортным. 2-0 ведет Сибирь. Конечно, никаких гарантий нашей команде не дает. Горох не изобретательнее, разнообразнее. И, что самое главное, острее. Все правильно. Доказание медицинской помощи. Ну и угловой. Алексей Житников идет подавать. Смотрим на часы. 61 минута. 62 почти сыграно. Подача! Как не добрался сейчас до этого мяча Горох? Я не знаю. Мимо него он прошел. Буквально одного касания могло хватить, чтобы переправить мяч в ворота. Ну вот то, о чем мы говорили. Буквально несколько минут назад. Посмотрите. 2-0 ведет Сибирь. И ни о каком штурме. Покрава, в всяком случае. В исполнении Алани речь не идет. Снова Горох до мяча. Чуть-чуть буквально не добирается. Еще один угловой. Третий подряд. Евгений Зиновьев идет подавать с правого фланга. Горох пытается там оторваться в штрафной от опеки. Бил сейчас в прыжке Медведев. И в общем добирался до мяча. Но не получился у него удар. Ну а потом Горох уже поборолся с защитником. Отобрать не смог мяч. Вот сейчас продолжается атака Сибири. Аладашвили. Бакаев. Мамаев. Ну и что? Красную карточку. Получает. По-моему это Денис Бухряков. За вот этот эпизод. Алексей Житников. Нет, Алексей Житников. Увидел я семерку там. Часть номера. Подумал, что это 17-й Бухряков. Алексей Житников получает. Красную карточку. И он готовится. Нет. Вместе. Бухряков удален с поля за грубую игру против соперника. Там честно говоря какой-то сознательной грубости такой я не увидел. Понятно, что сейчас оставшись десятером Мазалов. Данишевский бил. Таковато от себя мяч. Но атака хорошо сорвал. Во-первых, атаку в самом ее начале. Атаку Анжи. Ну и какую-то нервотрепку доставил все-таки. Контратака Махачкалы достаточно опасная. Заберет мяч Чикчуга. И партнеры их никак не могут нормальную, удобную, какую-то более-менее хорошую передачу им сделать. Поэтому играют они по большей части все-таки без мяча. Еще один свисток. Еще одно нарушение в штрафной. Снова на поле. Не знаю. После аута мяч. Вот там разобраться нужно между собой. Нет, не получилось. Это атака. И нужно догонять. Все правильно делает сейчас Алексей Васильев. Ни секунды на размышления. Ни мгновения не должно быть у футболистов Анжи. Самое главное именно в тот момент, когда они начинают атаку. Абаев сильно вперед в район центрального круга. Выбивает мяч. Простите. В падении отдавал мяч. В борьбу получилась передача. Зуев не трогал сейчас Житников. Не трогал. Берусь это утверждать соперника. Тем не менее, свисток Дорошенко прозвучал. Быстро разыгрывают штрафной футболисты Анжи. Ну и эта атака заканчивается. Положение вне игры фиксирует главный судья матча. Не знаю. На грани пола, конечно, играл там сейчас Горан Станковский. Гудит недовольно стадион. Не нравится сегодня судейство болельщикам. Агаларов. Зуев. Бакаев. Аладашвили сильно вперед отбивает Горок мяч. Ну вот это уже такая настоящая осада. Правда, еще раз повторюсь, без острых моментов пока. Тагербеков. Ну что ж, приходится отбиваться Сибири. Осталась наша команда внестерон. Ну и силы, конечно, небеспредельные. Очень много, очень много сил сегодня отдали наши футболисты. Очень плотный такой футбол. С большим количеством борьбы, с большим количеством стыков получился. Агаларов. Не дал себя обыграть сейчас там. Аравин. Зуев. Ну и можно попытаться контратаковать. Маловато уже силы Аравина. Видно. Нет, Житников это открывался сейчас. Ну, собственно говоря, все, кто начинал этот матч, я говорю об игроках Сибири, конечно, сейчас силы на исходе. За 9 с небольшим минут до конца основного времени второго тайма. Угловой. Жасан подает. Убивается мяч. И штрафной. Аладашвили возвращает его туда, вперед. Нет, почти нет уже, не хватает времени. Все меньше его остается на то, чтобы спасти игру. У Анжи. Бакаев. Царава. Подача. Не добирается до мяча никто из футболистов Анжи. Но атака Махачкалы продолжается. Зуев. Агаларов. Прострел. И забивает все-таки Анжи. Забивает сюда боковую. Саджая. Сильно вперед. Горок здесь отправляет мяч к штрафной гостей. Те сильные вперед. Ну и нужно поспокойнее здесь сыграть. И понадежнее. Поторопился, мне кажется, сейчас. Наш защитник. Можно было осмотреться. И не отдавать мяч сопернику. Просто так вот легко. Горок забрасывает мяч. Агаларов.